Добрая воля Это тот человек, который полностью отдается своему делу и действительно делает это совершенно бескорыстно, честно, очень надежно и я бы сказал сегодня даже очень профессионально, хотя вот казалось бы вещи не очень совместимые и понятные, профессионализм и добровольческое движение. Но действительно, я могу подтвердить, как руководитель Следственного комитета, что вы делаете свое дело очень профессионально. Сотрудничество Следственного комитета с поисково-спасательными движениями помогло уберечь ни одного ребенка от большой беды. С добровольцами, которые активно помогают в поисках, сегодня провел встречу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вы ищете людей, которые нуждаются в нашей помощи. Поэтому огромное вам за это спасибо. Доброволец это черта характера. Для большинства из тех, кто выезжает на ночные поиски или идет оказывать помощь нуждающимся, эта деятельность не профессия и не хобби. Но по первой просьбе они оставляют семьи, работу и свои личные дела. Люди вообще очень разные. У нас есть волонтеры, многодетные мамы, которые имеют по 4-5 детей и находят время для того, чтобы заниматься этой деятельностью. У нас есть люди, которые пытаются заниматься и работать в области волонтерства, при этом они выполняют какую-то еще достаточно ответственную функцию, например, фельдшер скорой помощи или фельдшер больницы. Это и инженеры, это и простые рабочие, это и водители такси. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на сайте следком.ру создан специальный раздел, в котором размещается самая актуальная информация о пропавших детях и подростках. Также в структуре Следственного комитета создано специальное подразделение Управление взаимодействия по вопросам международного и федерального розыска лиц. Оно взаимодействует с органами иностранных государств и международными организациями. Управление занимается розыском за границей не только обвиняемых по уголовным делам, но и безвестно отсутствующих, в том числе несовершеннолетних. Активно развивается добровольческое движение и внутри Следственного комитета, особенно в образовательных учреждениях. В 2018 году в Санкт-Петербургской академии СК России был сформирован волонтерский отряд. Студенты, несмотря на серьезную учебную нагрузку, находят время и на добрые дела. Помощь ветеранам, инвалидам, донорство и шефство на детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Главная наша работа, в принципе, заключается с детьми и подростками в подшефтном центре среди семейного воспитания номер 11 в Московском районе. С ними мы работаем много, продуктивно. Мы проводим с ними спортивные мероприятия, квесты на базе нашей академии на Васильевском острове. Профилактическая работа в том числе, потому что дети там очень разные содержатся. Там есть и проблемы с алкоголем, и с наркотиками, и с правонарушениями. Просто нужно внимание, человеческое внимание, душевное тепло. Просто уделить им время, чтобы поговорить, чтобы чем-то поделиться, чтобы они с нами поделились. Совместная работа Следственного комитета и волонтерских организаций – это пример настоящей доброй воли. Союз высокого профессионализма, гражданской ответственности и человеческого сострадания. Благодаря такому сотрудничеству финал многих историй может быть оптимистичным. Продолжение следует...